Здравствуйте дорогие друзья меня зовут Уджаев Виктор я являюсь членом федерации спортивной ловли республики казахстан в отделении фидер мы познакомим вас с этой замечательной английской снастью фидер как на ней можно ловить что на нее можно ловить сегодня мы поговорим о том что мы используем для ловли на фидер и непосредственно что для этого нужно что такое фидер по сути это не что иное как снасть для донной ловли оснащенная кормушкой для привлечения рыбы непосредственно месту расположения крючков с наживкой фидерная ловля сочетает в себе в первую очередь удобство расположения рыболова на водоеме созерцание окружающей природы и отдых так как рыбаку не приходится перемещаться по водоему в поисках рыбы как это делают спиннингисты а методично отправлять кормушку за кормушкой в точку лова непосредственно после того как вы приехали на водоем в первую очередь мы готовим прикормку для чего это делается во первых мы экономим время так как прикормка имеет свойство настаиваться и впитывать себя ароматику добавочные элементы и на это нужно все время чтобы не терять первым делом при приехав на водоем мы замешиваем прикормку сегодня мы находимся на водоеме вблизи города алматы название водоема басирке 2 по составу рыбу мы заранее знаем что здесь преобладает карась а также карповые из состава можно выделить амура до пяти килограмм сазана также до пяти килограмм но основной все-таки нашей рыбной ловли на данном водоеме будет карась небольшой весом примерно до 150 грамм на водоеме нет выраженного течения мы выбрали основу это будет тяжелая не пылящий состав озерной смеси это будет база также мы выбираем кукурузную часть непосредственно так как карп и карась тоже ходят из семейства карповых мы выбираем кукурузную основу для насыщения прикормки непосредственно частичками кукурузы а также сладостями которые производитель заложил в состав этой прикормки помимо этого мы выбираем специализированную прикормку для карася на основу фруктового запаха то есть весь состав у нас получается сладкий для карася можно использовать и специи с чесноком но так как температура у нас весьма высокая днем она поднимется до 40 градусов все таки преобладает сладкие запахи также продолжаем мы использовать карповый состав это крупная фракционная вот если вы посмотрите это крупная фракция теперь неотъемлемая часть это конопля используя коноплю мы помогаем карпу не насытиться тем самым оставаясь на месте за корма и держась там постоянно для вашей пользы чтобы вы больше ловили добавляем совсем немножко то есть примерно на 4 килограммов добавили 200 грамм это зерновой конопли а также у нас есть молоная конопля вот если вы посмотрите вот такой вот вид умолоной конопли он будет создавать пищевой фон новость во всей прикормки и помогать пищеварению рыбы чтобы она не насыщалась так как здесь весьма мутная вода то есть вода определенно делится на три вида это прозрачная средняя когда вы видите допустим что у вас происходит 5 6 метрах перед платформой перед посадочным местом и когда вы не видите практически ничего на данном водоеме вода мутная из-за того что уровень воды упал и тем самым оголились места с илом и торфянником поэтому мы используем печиво это бисквит специально подкрашены для того чтобы выделить его на фоне темной прикормки также мы добавим секретный ингредиент это молотый опарыш который является активатором клево в нашем составе наш состав готов приступим к замесу мы смешали все до однородной массы чтобы затемнить прикормку мы используем коллер на основе пищевой краски и бисквитной крошки тем самым мы затемняем прикормку и делаем ее в один тонн с дном этого водоема на 6 килограммов мы используем примерно 250 миллилитров этого замечательного средства перемешиваем это в сухом виде обязательно потому что если мы будем увлажнять и потом добавлять мы не получим того эффекта который нужен следующая фаза это увлажнение увлажнение у нас происходит в три этапа первый этап это предварительное увлажнение второе это можно его нас назвать промежуточное и третье это финальное в которую мы используем совсем немножко ароматики и жидкостей для этого состава мы выбрали непосредственно состав для карася а также всеми известную кукурузу мы набрали в одну литровую емкость воды из водоема и добавляем где-то 250 миллилитров также всеми любимая кукурузка теперь это все перемешиваем и приступим к увлажнению льем в первую очередь весьма обильно проверяем нашу прикормку на увлажненность первая часть готова даем прикормки настояться прежде чем приступить к увлажнению мы прикормку после первого замеса мы должны просеять для чего это делается это делается для того чтобы все частички шарики которые получились у нас больше пропитались мы могли пробить их через сито и тем самым обогатить весь состав прикормки для этого мы используем сито высыпаем его на сито начинаем просеивать вы можете увидеть то что здесь у нас более мелкая фракция и она уже пропиталась а носите осталась крупная фракция и перри увлажненная часть прикормки тут для того чтобы этого не случилось мы продавливаем ее не просеиваем дальше мы избавились от шариков и у нас осталось только крупная фракция для карповых то есть для сазана амура и всех карповых если мы рыбачили на мелкую рыбку то мы бы ее отсеивали и выкидывали но так как на этом водоеме водится большая рыба мы ее оставляем приступаем второму замесу здесь мы уже без воды добавляем чистую ароматику вот прикормка у нас достигла нужной консистенции то есть она лепится в шар и при надавливании распады происходит очень быстро но опять же повторюсь то что это всего лишь второй этап увлажнения третью часть мы небольшой секрет вам раскроем используем высококонцентрированную арому ее нужно совсем немножко так как это спортивная арома выливаем крышечку и вторую этого более чем достаточно на 6 килограммов прикормки размешиваем добавляем совсем по чуть-чуть постоянно проверяем консистенцию прикормки чтобы не превратить прикормку в грязь теперь мы видим то что шар у нас слеплен он держится но при давлении он распадает теперь подытожим почему мы делаем это в первую очередь вы видите то что данный процесс занимает весьма много времени и если этим заняться в начале вашего приготовления к рыбалке то вам поможет это сэкономить кучу времени так как в процессе замешивания у вас есть промежутки по 10-15 минут где вы сможете заниматься своими снастями непосредственно на водоеме можете делать промер глубины или элементарное оснащение вашего рабочего места всем спасибо продолжим теперь немножко поговорим о снастях фидере мы используем снасть фидерную извините за тавтологию основное отличие этой снасти является квертип в простонародье вершинка из-за того что она имеет очень чувствительную функцию то есть она при поклевке служит индикатором поклевки в отличие от поплывка и донной снасти старого образца где сигнализатором поклевки служил колокольчик здесь все внимание ваше привлечено вершинки к вертипу удилище для фидера бывает следующее это самая легкая вид удилища это пикер далее идет light следующий medium и четвертая стадия это heavy обычно фидер состоит из трех частей это непосредственно комель средняя часть и верхняя часть и последняя часть это вершинка вершинки съемные комплекте обычно идут от двух до четырех вершинок на них на всех написан тест в данном случае это полтора унции что означает эти цифры полтора унции это рабочее состояние натяжки при поклевке то есть по вот этой вершинки выбираются непосредственно размеры кормушек и вес кормушек сама вершинка в забросе и подачи кормушки на дальней дистанции не участвует не бойтесь ставить кормушки весом 40 50 60 грамм и закидывать их на дальней дистанции на каждом удилище существует тест в данном случае это 70 грамм это рабочая нагрузка этого удилища которое заложено производителем обычно производители за занижают тест для людей которые пользуются то есть данный фидер может прекрасно работать и с кормушками и 100 грамм и 120 грамм в основном этот тест пишут для тех людей которые только начинают спортсмены выбирают уже непосредственно удилище себе опираясь не на сам вес удилища она строй удилища вес удилища и длину удилища собираем мы фидеры непосредственно с верхней части удилища для того чтобы соблюсти соосность всех колец и тем самым как бы не допустить захлестывания и переломов в леске либо шнуре мы вставляем вершинку верхнюю часть фидера не до конца чуть-чуть не доводим до конца убедившись в том что наши кольца совпадают чуть-чуть между собой легким движением руки мы доводим вершинку до конца берем среднюю часть фидера также соединяем и проверяем уже здесь на соосность и заключительная часть это комик удилища здесь обычно присутствует самое последнее кольцо также проверяем ее на соосность и так наш фидер в сборе далее нам нужно установить катушку можно сильно тянуть не боясь то что удилища сломается вот в таком виде у нас рабочая наша палочка продеваем в кольца следующее кольцо обязательно после того проверяем что она прошла именно через и так до самого последнего кольца затягиваем фрикцион подматываем леску для того чтобы дать ей натяжку и приступаем вязанию монтажа на данном водоеме мы будем использовать спортивный монтаж инлайн сейчас мы продемонстрируем как он вяжется на основную леску которую или шнур которую вы будете использовать мы продеваем вертлюжок застежкой продеваем его таким образом чтобы он спокойно перемещался у нас по всей длине затем на нее же мы ставим силиконовый стопорок также продевая его через леску тем самым мы обезопасим саму леску от ударов кормушки которая будет пристегиваться вот сюда на карабин по узлу вот так она будет выглядеть на конце основной лески мы делаем скрутку длиной 10-15 сантиметров как делается скрутка обязательно нужно смочить саму леску теперь путем скручивания в правую сторону пальцами а здесь в левую сторону мы скручиваем леску получая вот такую вот косичку длиной примерно 10-15 сантиметров после чего мы вяжем узел восьмерку на конце этой косички восьмерка вяжется следующим образом вы складываете ее в петлю проворачиваете один раз заводите кончик вот сюда и вытаскиваете вот он узел восьмерка обязательно смачивайте узел так как при затягивании леска будет перегреваться и чтобы не допустить этого обязательно смочить нужно узел стягиваем остаток лески мы при помощи ножниц обрезаем чтобы небольшой кончик оставался на узле далее силиконовый стопорок который мы предусмотрительно привязали раньше мы натягиваем его вот чтобы было видно натягиваем его на узел смело чтобы он его закрыл тем самым мы наш узел спрятали и наш вертлюжок с карабинчиком теперь спокойно упирается в него не нанося вред ни узлу не соединение на сам карабин вешаем кормушку мы видим прекрасно что скрутка действует в роли отвода сама кормушка будет висеть вертикально прежде чем приступить к овле нам нужно узнать где мы будем ловить и какое дно в этом месте для этого мы используем маркерное удилище с маркерным грузилом в чем отличие маркерного удилища от других в тем что оно абсолютно полое и все неровности все шероховатости которые существуют у нас на дне мы прекрасно ощущаем по кончику данного удилища и по тому как оно звенит а именно положа палец на часть открытого удилища мы прекрасно чувствуем что у нас на дне приступим к промерке и прощупыванию дна после того как грузило оказалось на дне мы подтаскиваем ее и смотрим на кончик удилища тем самым мы понимаем где у нас идут перепады зацепы или бровка по тому как тянется грузило мы чувствуем тянем ли мы его по илу либо по песку либо по камешкам либо по ракушке по тому как оно звенит на начале удилища можно почувствовать все неровности которые существуют на дне изучение дна занимает львиную часть подготовки рыбака перед спортивным соревнованием мы промерили выяснили что в основном здесь илистая поверхность без глубокого ила глубину мы можем замерить при помощи маркерного поплывка либо по отсчету падения грузила на дно сейчас мы будем измерять глубину в том месте где мы будем ловить рыбу груз у нас упал на счет 5 значит глубина примерно 4 с половиной метра теперь мы выматываем удилище и будем искать бровку либо какую-нибудь аномалию на дне для того чтобы заклипсовать маркерное удилище и перенести данную длину на удилище фидерное на найдена первая бровка мы делаем клипсу и выматываем удилище для переноса дистанции мы используем колья как это происходит мы отпуск отпускаем байтранер и останавливаем грузило возле одного колышка и начинаем считать сколько намотаем между двух коле раз два вот у нас дошло до клипсы то есть у нас вышло 13 и сантиметров 30 от правого колышка теперь мы это все сматываем теперь берем наш фидер и переносим тем же самым путем эту же дистанцию на рабочее наше удилище отпускаем кормушку расслабляем фрикцион и начинаем мотать раз два тринадцать и 30 сантиметров вот дистанцию теперь заклипсовываем на нашем удилище большая ошибка многих рыболов любителей используют большие крючки для ловли средней и маленькой рыбы дело в том что рыба больше пугается большого объекта нежели маленький нежели маленький спортсмены используют в своем арсенале крючки до десятого номера в данный момент мы будем использовать шестнадцатый номер серии 53100 от Овнер этот крючок является универсальным он используется как по платве так и на крупную рыбу несмотря на свой маленький крючок размер точнее на этом крючке лично мною был выложен сазан весом три с половиной килограмма и крючок не разогнулся не поломался ни что либо с ним не произошло поводок мы будем использовать толщиной ноль двенадцать миллиметров не смотрите что он тонкий на самом деле это специальный поводочный материал он довольно крепкий и разрывной тест его составляет три с половиной килограмма для того чтобы завязать довольно таки мелкий крючок с лопаткой мы будем использовать крючковяз в разъем для для держания крючка мы помещаем сам крючок и затягиваем при помощи вот этого ролика вот таким вот образом далее используя поводок мы вот так вот будет виднее наверно обматываем на ножки крючковяза сам поводок и путем кручения начинаем обвязывать сам крючок поводком леской 5 7 8 раз тем самым наблюдая чтобы леска ровно ложилась на сырье крючка и два три раза в обратную сторону имеется ввиду направление уже не от не от изгиба крючка к севью а от севья к крючку в другую сторону после чего заводим за первую ножку и нажимаем на нее образуется вот такая вот петля подтягиваем и тем самым завязываем крючок излишки поводка мы обрезаем но не под самый корешок вот у нас получился аккуратный и надежный узел на лопатке со второй стороны поводка мы делаем петлю опять же уже известная нам узлом восьмеркой восьмерочка обязательно намочив узел излишки также обрезаем при помощи ножниц далее мы этот поводок вешаем на нашу скрутку продеваем его в петельку и далее в конец петли крючок с поводком уже привязан к нашему монтажу Вот мы с вами видим стандартную поклевку сазана, удилище в дугу. Сазан у нас небольшой, но, тем не менее, принимать мы его будем через подсак. Так как поклевки сегодня редкие из-за неимоверной жары, вы можете видеть, что засечка произошла за край нижней губы, как и должно быть. Немножко запутался. Вот первая рыбка непосредственно на водоеме Басирке-2. Маленький сазанчик. Редактор субтитров А.Семкин Вот опять произошла поклевка сазана, типичная удочка в дугу. Сейчас работает фрикцион. Этот побольше. Несмотря на то, что карп не очень большой, весьма прилично он сопротивляется. Поводок у нас, я напоминаю, стоит 0,12. Поэтому работаем только через подсак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой красавец. Пойманы на фидер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Буквально прошло минут 20 после очередного сазанчика. И мы видим, что у нас на крючке экземпляр гораздо крупнее. Я думаю, что он зацепился у нас, запутался своим плавником за снасть, и мы попытаемся его все-таки поднять. Хочу опять же напомнить, что очень тонкий поводок и крючок 16 номера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот он он. Да, так и есть. Он запутался в поводке, поэтому сопротивляется меньше. Но от этого вес его, кажется, раза в два больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, это апофеоз нашей сегодняшней рыбалки. Думаю, можете посмотреть опять за краеши губы. Совсем, вот, усик уберем. Совсем за край. А тащился боком, потому что он запутался. Видите, запутался в тонкой леске. Из-за этого он вышел боком у нас. Смотрите, вот такой маленький крючок. Это для тех, которые пытаются поймать вот такую рыбку на большие крючки. Достаточно вот такого маленького крючка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой он у нас, красавец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто великолепный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, какая активная и мощная рыба водится на данном водоеме. За время, проведенное здесь, было поймано достаточно рыб, чтобы считать рыбалку успешной. И на этом мы будем заканчивать рыбалку. Весь улов вы посмотрите впереди. Всем спасибо. Будем сейчас готовиться, чтобы продемонстрировать вам весь улов. Ну, и как мы обещали, мы показываем наш сегодняшний улов. Честно, сбились со счета где-то на четвертый. Потому что настолько было, ну, не то что динамическое, а столько захватывающих моментов, когда вываживали именно сазана. Карася, к сожалению, мы сегодня увидели только двоих, и тех отпустили, потому что, ну, действительно очень маленький. А вот сазанчик нас сегодня порадовал. Вы видите, наш улов превзошел все наши ожидания. Прикормка сработала правильно. Фидер это универсальная снасть, несмотря на то, что сегодня был и ветер, и волна. Он позволил достойно отловиться на этом водоеме, поймать замечательные экземпляры и по количеству, и по качеству рыбы за каких-то 6 часов ловли. Нет слов. На этом мы заканчиваем. Первую серию разговоров и о том, что такое фидер. Надеюсь, вам все понравилось. Рыбачьте на фидер, пользуйтесь фидером, и поверьте, вы останетесь довольны и всегда с уловом. До новых встреч. С вами был Виктор Уджаев. В конце хотелось бы сказать, ребят, пойманную рыбу мы всегда отпускаем. Основной принцип спортивной рыбалки поймал, отпусти. Поэтому вся пойманная рыба, пойманная сегодня, возвращается в замечательный водоем Босирки-2. Садок пуст и чист. Вся рыба отпущена. Рыбачьте на фидер и отпускайте рыбу. Звей Горыныч.